Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, сегодня у нас в преддверии матча Зенит-Фенербахчи, это ответная встреча Лиги Европы. В первом матче Зенит уступил на выезде 1-0, в принципе этот счет не критичен, но и игры особой у Зенита на мой взгляд в той встрече не было. Понятное дело они вышли только сейчас с отпуска, Фенербахчи же играет каждую неделю в чемпионате, у них есть проблемы, но тем не менее они в игровом тонусе и готовы биться. Я думаю сегодня они приедут также бороться за победу и за выход. Вот такой вот состав я накидал на этот матч, возможно он будет другим, возможно Азмун появится с первых минут, так как многих Артем Дзюба не впечатлил. В первой встрече кто-то говорил, что он просто не выкладывался на максимум и ходил шагом, возможно Азмун оживит сам и Симак сказал, что в этом матче нужно атаковать уже, а не обороняться и нужно забивать. Пишите ребята свои прогнозы в комментариях и потом посмотрим уже вечером, как в жизни сыграют эти команды. Гости пока неплохо контролируют мяч, вот сейчас пошла передача направо, может быть и по штрафтуе будет, пошел прострел, но успевает Иванович. Заброс на Артема Дзюбу и успевает в последний момент вынести головой защитник на угловой. 13-я минута, будет первый угловой, Роберт Мак у мяча пошла подача, Дзюба выпрыгивает и забивает, шикарный гол, разыгран стандарт, очень здорово, не Артем Дзюба выводит Зенит вперед. Ну и посмотрим повтор, шикарная подкрутка Мака, Дзюба выскакивает на опережение и переправляет мяч в сетку ворот. Ну что, для результата в жизни это ребята пока что ничья и на данную минуту это дополнительное время, но посмотрим, что будет дальше. Ответ гостей, снова через правый фланг, пас пяточкой, удар по воротам, Лунев забирает мяч в руки. Какой пас от Бариуса на Дрюси, 2-0, вот это да! Здесь Бариус очень здорово. Увидел Себастьяна Дрюси, сделал передачу за спину защитником, Дрюси принял мяч на грудь и переправил его после ворота. Посмотрим еще раз. Шикарный пас Бариуса с левой. Дрюси принимает мяч, падает защитник и 2-0. И снова гости в атаке сейчас в очередной раз. Атака развивается правым флангом, пас штрафную, но здесь успели защитники Зенит. В первом тайме мяч больше контролировали гости, но две атаки Зенита принесли свои результаты. И счет на табло пока что в пользу Зенита 2-0. Но не стоит списывать со счетов гостей, им стоит забить один мяч и проблемы уже возникнут у Зенита. Пас штрафной удар по воротам и Лунев спасает. Очень хитро пробил Мозес. Мяч с подкруточкой летел под перекладину и Лунев в последний момент успел его переправить на угловой. И снова гости в атаке. Пошла передача налево. Прострел. И успевают вынести. Очередная подача в штрафную. Удар по воротам. Лунев забирает в руки. Во втором тайме гости гораздо активнее идут вперед. Создают гораздо больше моментов. И вот очередная атака. Посмотрим чем она закончится. А закончилась она не точной передачей. 10 минут до конца. Бариус хорошо играет на перехвате. Пас на Азмуна от Зюбы. Азмун залетает в штрафную. И нужно чтобы кто-то помог. Пас в штрафную. Удар и Дрюси делает счет 3-0. Азмун только вышел и оформляет голевую в нашем предматчестве. Не знаю уж насколько в жизни у Зенита получится сыграть в атаку. Но хотя бы здесь они забивают из очень малого количества моментов. И здесь здорово. Посмотрите, Дзюба проткнул мяч вперед на Азмуна. Азмун развернулся. С левой ноги подал. И здесь Дрюси смог замкнуть передачу. 3-0. Еще один хороший пас за спину на Дрюси. Но успевает защитник в последний момент выбить мяч из-под ноги. Основное время матча закончилось. Две минуты добавил арбитр. Ребята, не забывайте писать свои прогнозы в комментариях. Как вы считаете, закончится эта встреча. Я думаю, сейчас уже будет свисток. И всем спасибо за просмотр. Поддержите также видео лайком. И с вами был Локи. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok